Посмотрите, просто жесть. 5 мая – финал первой волны отдыха. Итоги праздников в пакетах. Город заварен мусором, а такими видео в соцсети. Тогда регоператор оценил все это как фейк. 17 мая, 12.31, та же самая песня. Приехала машина, забрали контейнеры, вытряхнули, все привалило этими контейнерами, и все, что рядом находилось, все осталось. Жители на нервах с нового года. Сначала фото переполненных баков делали для интереса. В Заринске такое в диковинку. К весне удивление сменилось возмущением. Екатерина Тернова после обвинения в фейковости ежедневно следит за регоператором. С часов в 10 уже смотрим с окна. Я вот живу здесь, смотрю с окна, по мусорке полной. Начинаю звонить в 10, в 11, в 12. И пол первого в час только начинает, переезжает первая машина. В Заринске сбор ТКО происходит, ну так уж у них сложилось, два раза в день. Хотя, согласно всех санитарных норм, достаточно один раз в день собирать. А вы один раз в день? Мы собираем два раза. Мы несем дополнительные затраты. Это все, ну, достаточно тяжелая ноша с экономической стороны. Вот сегодня они убрали, и то вот это не убрано. Но это пока сейчас у нас часов до пяти. А потом, а потом-то после пяти люди натаскали и вечер, и до утра. Лидия Тупте сейчас удивлена пустым контейнером. За такую чистоту она вместе с жильцами и борется. И ей крайне интересно, когда все-таки по графику должны вывозить мусор. График также в этот вывозку мусора входит в вывозку крупногабаритного мусора. То есть, знаете, что такое жители, все, что выносят. Мы говорим, дайте нам тоже график, мы поможем. Но графика нет. Они говорят, мы будем вывозить по мере наполняемости. Это не работает. То есть, мусор лежит до тех пор, пока мы не дозвонимся по нескольку раз. Сегодня во сколько появилась первая машина? Здесь 10.55 вот. Ага. А вчера, например? Первая машина 10.50. Вот. То есть, в среднем в 11, да? В среднем в 11. Ну, это вот до Кипиша до этого. А вот 9 мая, мы смотрим, две машины работали. Первая машина в час дня приехала. На полигоне принимают машины до 8 часов вечера, говорит директор. И в среднем сюда совершают 11 рейсов за день. Бывает такое, что работают две машины на весь город. Это подтверждает накопительные ведомости, где расписываются водители. Всего, насколько я знаю, наверное, 4. У прошлой мусоровозящей компании было 8. При этом сейчас люди отдают за мусор в три раза больше, чем до января, а некоторые еще и платят за троих. Так решил сам рекоператор, посчитав, что именно по трое живут в каждой квартире. Пострадали люди, которые уже пожилого возраста, пенсионеры. Им приходится с частного сектора нанимать такси, ехать, доказывать региональному оператору, что он живет один. Потому что наше обращение, дайте нам данные, не дал никто. Плюс такой мусорный тариф рассчитали для 100 населенных пунктов зоны. А пока их два. Заринск и Залесово. Где люди тоже жалуются на опоздание и забытые с субботника пакеты. Как рекоператору расширять географию, неясно еще и с точки зрения экологии. Если мы повезем на наш полигон отходы со всей зоны Заринской, которая указана в схеме обращения твердокоммунальных отходов по Заринской зоне, по нашим расчетам в течение года, полутора лет он будет переполнен, заполнен. Но пока в Заринске все силы бросили на чистоту самого города. Ежедневно сотрудники рекоператора и администрации проводят рейды, чтобы контролировать вывоз мусора. В таком режиме будут работать до конца мая. Вопрос графика вывоза и начислений все еще в разработке. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.